Храм, который соответствует технологиям 21 века, появился в Череповце. Новое святое место появилось на промплощадке фосфорного комплекса предприятия Фусагра. Чин малого освящения нового храма в честь святой великомученицы Варвары состоялся 10 октября. Возглавил его епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан. И освети воссозданный храм сей, и в нем жертвенник сей, в честь и память святые великомученицы Варвары. Возрождается традиция строительства и устройства храмов на заводах. Эта традиция была в дореволюционной России, когда на предприятиях, на заводах всегда существовали храмы, в которых все те, кто работают, их семьи, могли прийти помолиться, получить духовную поддержку и утешение. Храм этот будет открыт всегда для любого желающего прийти, помолиться, поставить свечки и получить духовную поддержку. Благословение мы получили в феврале 2016 года от владыки Флавиана. То есть были определены все три места для строительства храмов. После этого наступил период выбора подрядной организации, подготовки технического задания, проектно-сметной документации. И в мае 2016 года мы заложили камень, который символизировал начало строительства. Это деревянное зодчество, храм хотели сделать деревянным, это, наверное, как русская душа, как настоящая, именно исконно русская. О стилях здесь, наверное, можно сказать смешение стилей, потому что мы люди современные, стараемся использовать все, что наработано нашими предками. Мы его украшали совместно с нашими священнослужителями, обговаривали и решали так, чтобы этот храм был именно похож на храм Варвары. Он такой, видите, у нас светлый внутри, что он такой уютный. Храм устроит Господь, а мы лишь инструменты в его руках. И когда ты это понимаешь, то чувствуешь огромную ответственность, важность. И так как это первый наш храм, то мы волновались, поддержка святой Варвары, мы ее чувствовали. Знаете, когда последние дни была плохая погода, а у нас оставались значительные квадраты укладки плитки, то мы просто молились, что вы, пожалуйста, святая Варвара, помоги нам без дождя закончить эти работы. И она нас слышала, было чудеса, когда вот по телефону показывают, у нас дождь, а у нас дождя нет. Или в городе идет дождь, а здесь дождя нет. Святая Великая Мученица Варвара, она является покровительницей горняков. И учитывая, что у Фосагра есть направление в горнообрабатывающей промышленности, они решили вот этот святой храм посвятить святой Великомученице Варваре. Святая Великая Мученица Варвара, она избавляет нас от всех страстей, от ненужных каких-то переживаний. И от внезапной смерти храм находится в промышленной зоне. Я был сначала удивлен, думал, для чего, почему, а потом нашел очень простой и легкий для себя ответ. Очень простой и в то же время вдохновляющий меня на дальнейшие мои действия. Потому что я хочу сказать о том, что в первую очередь будем молиться за родное предприятие, во-вторых, для того, чтобы улучшать морально-психологическое состояние каждого работника. И в то же время, как давать совет, обращение людей всех слушать, принимать, подсказывать каждому работнику его путь для спасения души в целях его духовного спасения в жизни, как любого православного человека. Хочу сказать о том, что есть возможность пообщаться, просто прийти со священником. Потому что я нахожусь на предприятии и каждый раз говорю о том, что любые вопросы я отвечу или лично при встрече, или можно писать также ВКонтакте, тем самым показывая, что моя страница не закрыта для доступа, для общения. И хотелось бы сделать этот храм более доступным для прихожан, для горожан и для сельских тоже жителей. Общение в соцсетях со священниками, новая система отопления, тепло в храме поступает от пола, а не через привычные радиаторы. А также современный комфортный сквер возле храма, который сейчас в процессе благоустройства. Это еще не все особенности, которые подчеркивают современные стандарты. Хай-тек технологии в новом храме есть даже на колокольне. Мы находимся на отметке 22 метров. Это наша звонница, 7 колоколов. И у нас необычная звонница, у нас автозвонница, автозвонарь. То есть получается, что мы сейчас звоним на телефон, задаем звон, и он у нас зазвонит. Также нажатием клавиши мы его останавливаем. На случай, если получится, что автозвонарь не будет работать, мы также предусмотрели обычный, старый, дедовский способ. Это звонить вручную. Да, вот тоже самое. Педалька и все, что нужно для этого. Поэтому это вот новинка, я думаю, это первая, наверное, в Вологодской области, именно на храме святой Варвары.